Павлоградский Атриум продолжает готовиться к своему дебютному старту в областной суперлиге, первый тур которой намечен уже на 20 апреля. Позади участие в зимних турнирах, а в оставшееся до чемпионата время остается проверить свои силы в спаррингах. 6 числа у нас запланирована игра с Днепром, тоже Ю-19. Дальше дадим паузу, дадим ребятам соскучиться за играми и стартанем чемпионат. Именно такой контрольный матч провели Павлоградцы на поле стадиона в Молодежном парке. Соперником Атриума стал Днепровский Маолдис, также молодой и амбициозный коллектив, выступающий в чемпионате Украины среди 19-летних. Это последняя контрольная игра перед началом чемпионата. В следующую среду мы стартуем в чемпионате Украины в 19-й первой лиге. В Никополе цели задачи, ну по турнирам в Траблице мы сейчас идем на пятом месте. Понятное дело, что ребята все амбициозные. Хотелось бы побороться за высокие задачи, ну а там как боженька поможет. Тем временем в самом Маолдисе на прошедшей неделе поздравляли своего вице-президента, одного из самых заслуженных патриархов днепровского футбола Виктора Борисовича Маслова, которому исполнилось 70 лет. В свое время он был ключевым полузащитником Днепра, а в составе киевского «Динамо» становился чемпионом и обладателем Кубка СССР, играл в матчах победного Кубка Кубков 74-75, ну а во второй половине 80-х был администратором чемпионского Днепра. Наша программа также присоединяется к многочисленным поздравлениям Виктора Борисовича и с нетерпением ожидает, когда же он станет гостем нашей программы легенды великого клуба. Это святой человек для нашего клуба, это легенда украинского советского футбола, клуб, я в лице клуба поздравляю этого человека, здоровья ему, здоровья, еще раз здоровья. Ну а мы постараемся его не огорчать, только радовать своими результатами, своей игрой. Как известно, радость и горе всегда идет рука об руку. Матч «Атриума Олдис» начался с минуты молчания в память о трагически погибшем 28-летнем футболисте, воспитаннике Днепровской школы «Интер» Сергея Довбуне, который в прошлом выступал за юношескую сборную Украины, молодежные составы Запорожского «Металлурга» и Днепра, а также Криворожский «Горняк» и аматорские команды Каминского. Сам матч прошел при большом горовом перевесе «Атриума». И это несмотря на то, что по-прежнему в лазарете команды находится немало исполнителей. Кузнецов, Подкомаровский, Тарасов, Азовский, Солодкий еще восстанавливаются после травмы. Но и в их отсутствие павлоградцы много атаковали и создали немало моментов у ворот соперника. Но вот с реализацией по-прежнему не все ладится. В первом тайме голкиперу Маолдиса дважды пришлось доставать мяч из сетки, причем в первом случае лайнсмен зафиксировал офсайд. Ну а гол на 33-й минуте игры был забит по всем правилам. Ярослав Довгий первый успел на добивание после удара со штрафного. Во втором тайме на поле мало что изменилось. Несмотря на замены в составе, «Атриум» продолжал создавать момент за моментом, но мяч упорно не шел в ворот. В такой ситуации и молодежь Маолдиса пару раз побеспокоила владение павлоградцев, но безуспешно. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальный успех «Атриума», но работы у тренерского штаба впереди еще немало. Посмотрели людей, которые восстанавливались после травмы. Первый тайм вообще хороший, полностью контролировали игру. Во втором миллион моментов незабиваемых. Опять же, уровень готовности тех людей, которые восстанавливались после травмы, еще не совсем готовы.